Добрый вечер. Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным, однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. Первую попытку аннексировать Крым Россия совершила фактически сразу после обретения Украины независимости. Формальным поводом стало нежелание Москвы делить Черноморский флот. Кремль начал щедро вкладываться в местных депутатов-сепаратистов, которые в итоге назначили выборы президента Республики Крым. 30 января 1994 года на них победил Юрий Мешков. Он не скрывал, что главной задачей на этом посту для него является присоединение полуострова к России. Как Киев сорвал реализацию этого плана и предотвратил аннексию. Исторические факты от Екатерины Павловской. Главный крымский сепаратист 90-х. Заблюдать конституцию и законы Республики Крым. Как он чуть не отдал полуостров России. Рублевую зубу Крыму. Борьба Украины за Крым в далеком 1994-м. Это была специальная операция. Почему России тогда не удалось оттяпать полуостров? Чуть ли не государство в государстве. И хитрый план украинского правительства, благодаря которому Киев удержал Симферополь. Спортивная куртка, плоская кепка, как в народе говорят, аэродром. И небольшой дорожный чемоданчик. Седовласый мужчина среднего роста выйдет из терминала Симферопольского аэропорта под скудные аплодисменты кучке пенсионеров. Он и сам тогда в 2014-м во время съемок этих кадров был на пенсии. Хотя все еще рвался в бой. Я принес клятву народу Крыма и не отрекался от нее. Никогда. И он не врет. Хотя клятва это была в пользу скорее не Украины, а России. Именно он, Юрий Мешков, еще в 90-х стоял у истоков крымского сепаратизма. Когда впервые украинский полуостров так хотела прибрать к рукам Москва, в лице, казалось бы, дружественного к Украине Ельцина. Русский военный корабль в украинском Черном море всегда был занозой. После провозглашения независимости Украины и хаоса 91-го, вопрос Черноморского флота России, базирующегося в украинском Крыму, и аренды этой базы почти сразу станет предметом торговых конфликтов. Ведь просто аренда Крыма Кремль не будет устраивать никогда. И поэтому на полуострове силами Москвы подогревались пророссийские движения, рассказывает тогдашний мэр Красноперекопска, а со временем премьер Крыма Сергей Куницын. В Крыму все больше было сил, которые настаивали на том, что Крыму отдали практически все полномочия, от бюджета до языка, но чуть ли не государство в государстве. В 92-м Верховном Совете Крыма сплошные русские блоки, партии и объединения. Это была агентура, которая была зависима от московского центра, и Мешков был один из таких лидеров. Там также были представлены движения «Русский блок», «Русское единство», «Русское казачество», «Русское движение Крыма». То есть 12 организаций и все русские. Представители всех этих организаций заседают и в Крымском Верховном Совете. Вместе они выступают против украинской конституции и провозглашают собственную. Вскоре заявляют о независимости Крыма, а двумя годами позже выбирают президента, того самого Юрия Мешкова. На своей инаугурации он клянется соблюдать конституцию, однако уже не украинскую. Соблюдать конституцию и законы республики Крым. Добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности по защите суверенитета республики, прав и свобод ее граждан. И даже демонстрирует ручку с эмблемой ООН. Хотя к международной политике это не имеет никакого отношения. Блок политических партий, лидером которого был Мешков, без всяких приставок назывался красноречиво и просто «Россия». И 70% мест в парламенте Крыма займут его члены. Один из участников блока Сергей Цеков станет спикером. Первое же, что сделает пророссийский политик Мешков после победы – прыгнет с парашютом. А дальше попытается выпрыгнуть из самолета под названием «Украина». Возьмется за государственную деятельность в духе классического российского сепаратизма. Привезет на полуостров из Москвы ни много ни мало, а целое новое правительство, то есть министров с российским гражданством. Он привез полностью правительство из Москвы – Собурова. Тогдашний вице-премьер Крыма российский политик Евгений Собуров даже специально примет украинское гражданство для этой должности. А его коллеги будут обещать сделать из полуострова то Крымскую Сицилию, то Швейцарию. Однако дальше обещаний дело не пойдет. За что российских гастролеров, приехавших из России, аккурат в начале морского сезона прозовут пляжным правительством. А позже уже украинское правительство отправит Собурова в отставку. Мешков же, наоборот, взялся за дело с особым упорством. Ввел в Крыму московское время, обещал крымчанам российское гражданство и рублевую зону. Начал разговоры и о референдуме за присоединение к России. В это время у украинских силовиков совещание за совещанием. Как подойти к болезненному вопросу, с которым до этого еще никто не сталкивался. Очень мощно работала агентура в Крымском парламенте, в органах власти, в силовых структурах. Включая украинские силовые структуры СБУ, МВД и даже подразделения Альфа, которое там присутствовало. Они все колебались. Или на Россию работать, или на нашу страну. Даже те, кто были назначены в Украине. Началось такое броновское движение. Половина милиции за Россию, половина за Украину. В СБУ там не поймешь чего. Отдельный и очень болезненный вопрос. Криминальные группировки, которые тогда имели на полуострове вес, часто во много раз превышающие государственные власти. Большие криминальные группировки фактически монополизировали всю экономику и бизнес в Крыму, на южном побережье. Они контролировали все санатории, которые или выкупили, или с помощью рэкета захватили. Все заводы и все производства. И опирались они на тех, которые находились в Москве. То есть в Солнцевских, это и бабаков, которые сегодня в Госдуме Российской Федерации. Страсти накалятся до предела летом 1994-го. Украинский суверенитет под угрозой. Крымом руководит откровенный пророссийский сепаратист. Чтобы ситуация не зашла дальше, Украина вводит на полуостров 60 тысяч бойцов нацгвардии, с помощью которых, впрочем, воспользоваться так и не придется. Сработает другой, более филигранный план. Дело в том, что Мешков и его же ставленник, спикер парламента ЦЭКов, не сработаются и начнут откровенно ссориться. Из этого столкновения только одну часть из нас народ выведет и поставит руководить. Или вас, Верховный Совет, или меня. Глава Верховного Совета Крыма ЦЭКов ликвидирует должность президента. Мешков в ответ выдаст указ о распуске парламента. Захватит админ здания и СМИ. Зазвучат заявления про переворот. Одни пророссийские активисты будут драться с другими. Рейтинг же Мешкова просто рухнет. Он обвинил службу безопасности в том, что это была специальная операция, которая его поссорила с ЦЭКовым и другими. Во время политической битвы Мешков и ЦЭКов напишут друг на друга жалобы президента Украины. Этой ситуацией в Киеве сразу же воспользуются. Назначат новое правительство и избавят Мешкова от части полномочий. В начале 95-го года крымские власти достаточно ослабят друг друга. Так наступит время решительных действий. В феврале президент Леонид Кучма своим указом отменит многие указы Мешкова. А уже в марте Киев, чтобы сохранить суверенитет Украины, ликвидирует и Конституцию Крыма, и должность крымского президента. Генеральная прокуратура возбудит против Мешкова уголовное дело. Вероятно, Мешков все еще надеется, что местные сепаратисты не дадут его арестовать. Однако год внутрипартийных конфликтов лишил его народной поддержки. Загнанный в угол сепаратист Мешков баррикадируется в своем кабинете и там просидит несколько дней. Киев дает силовикам приказ задержать Мешкова. Президент Леонид Кучма звонит Борису Ельцину и просит не вмешиваться в ситуацию. Ельцин пообещал не вмешиваться, и у нас были развязаны руки. Посадить Мешкова на самолет и отправить куда нужно, вместе с его правительством. Мешкова конвоируют к самолету, которым он будет депортирован из Украины. В дальнейшем он будет заявлять, что его отравили, и даже несколько раз выступать в Государственной Думе России. Однако время будет безнадежно упущено. Подобно Януковичу, его будут держать в Москве, вероятно, просто на всякий случай. Под крылом у тогдашнего мэра Лужкова, который выдаст ему квартиру. Однако, когда этот самый случай таки наступит в 2014 году, окажется, что время упущено дважды. И власть отдадут совсем в другие руки. Все, что останется Мешкову, проголосовать на так называемом референдуме, который он сам когда-то так и не смог организовать. Хотя был к этому максимально близок. Я прошу Верховный Совет разрешить мне участие в референдуме. Я гражданин Республики Крым. Умер Мешков в 2019-м из-за воспаления легких, которое подхватил на морском отдыхе. Нет, не в Крыму, а в Турции. Он завещал перевести свой прах из Москвы на полуостров. Однако жить предпочитал в России. Даже после аннексии, когда вернуться в Крым было можно. Катерина Павловская. Исторические факты. Черная дата в истории крымско-татарского народа и одно из самых страшных преступлений Москвы. 18 мая 1944 по приказу кровавого диктатора Сталина началась принудительная депортация крымских татар с территории полуострова. 240 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети, погрузили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию. По разным оценкам, в течение первых трех лет погибли от 20 до 47 процентов депортированных. То есть товарищ Сталин и компания устроили крымским татарам настоящий геноцид. Почему в Москве решили уничтожить целый народ? Вот вам исторические факты от Валерия Черненко. Спецоперация. Депортация. Им дали 15 минут на сборы. За что советские власти решили выселить крымских татар из полуострова? И поселили во временные вот эти дома. Секретный план ссылки. НКВД российское или советское, оно не отставало от гестапо. Составы смерти и реальные масштабы трагедии. Вот только вагон погибло 8 тысяч человек. А также шокирующие воспоминания родственников депортированных. На этой фотографии я. Я думаю, что мне здесь где-то, наверное, около 6 месяцев. И это мой дедушка. Его звали Нури. Сюзанна из Эддинова родилась в Узбекистане. В ссылке, куда из Крыма попали ее дедушка Нури и бабушка. А также все их родные. Ему было 20 лет. А бабушке было 18 лет, когда они познакомились уже в Узбекистане. Бабушка осталась сиротой сразу. Сразу, как они приехали. Ее родители умерли по приезде в Узбекистан. Они заболели тифом. Тяжелые воспоминания Сюзанны о трагедии депортации из рассказов бабушки. Все началось на рассвете в мае 1944 года. 18 мая 1944 года в дома крымских татар врываются солдаты НКВД, приставляя оружие к людям. Они говорят о том, что вы пытатели. И вас здесь проратируют. У вас есть 15 минут на сбор. Именно обвинения в предательстве стали официальным поводом советской власти для депортации. О чем свидетельствует вот этот документ, датированный 10 мая. Письмо на тот момент Народного комиссара внутренних дел СССР Берри Сталину. Историк Сергей Громенко после незаконной аннексии Крыма основательно занялся изучением темы депортации. Говорит, причина этой трагедии была совсем в другом. В Крыму выселяли потенциально нелояльное население. Для Советского Союза это была абсолютно нормальная практика. Они целые народы обвиняли и целые народы выгоняли. Плюс-минус по одному сценарию. Главными исполнителями были внутренние войска НКВД. О том, что это произойдет через несколько дней после этого документа, крымские татары даже не догадывались. 7 мая начинается переброска войск НКВД на полуостров. Местное население убеждали. Солдаты после тяжелых боев прибыли на отдых. Они спокойно праздновали День Победы над нацистами. Вместе с крымскими татарами сидели за общими столами, ели один хлеб, зная то, что через несколько дней они будут депортировать этот народ. Весь план был уже давно изложен на бумаге. Вот лишь небольшая его часть, которую рассекречивает глава Меджилиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Схема захвата села, в котором родились его родители. Понятно, что за 7 дней такую операцию нельзя было подготовить. В Крыму уже была специальная техника. Они расставили заранее, уже с вечера, на те места, которые они выбрали бойцов НКВД с пулеметами и автоматами. Дальше, рассказывает Сюзанна, все было как в кошмарном сне. Воспоминания ее бабушки до сих пор шокируют. Им дали 15 минут на сборы. Никто ничего не успел с собой взять. Могли просто вывезти в одной только ночнушке на улицу и затолкать в грузовики и все дальше в вагоны. Забирали в ссылку всех без исключения, даже лежачих больных. Вагоны, в которых перевозили скот. Их набивали людьми до отказа. При этом не учитывали ни родственные связи, ни пол, ни возраст. Уже в пути начался настоящий ужас. Вот только в вагон погибло 8 тысяч человек. В местах ссылки за первый год, по сведениям, которые нам дает национальное движение крымских татар, они провели самостоятельную перепись. Погибло почти половина народа. 46,2%. Людей кормили часто испорченными продуктами. Воду давали изредка. Медикаментов не было. Дети задыхались, и они их тоже вот так держали ближе к воздуху на руках. Женщины рожали в вагонах. В туалет они ходили тоже. Антисанитария. Они, конечно, начинали болеть. Вот. Из-за голода антисанитария. Эту поездку, которая растянулась на несколько недель, выдерживали не все. На полустанках открывали двери и длинными баграми стаскивали тела умерших. Военные не заходили. Просто люди раступались, где лежал умерший человек. То, что произошло в одном из таких вагонов, 24-летняя София до сих пор не может рассказывать без слез. Там ехала ее бабушка, которой на тот момент было всего 5 лет. Депортировали всю семью. У нее у мамы на руках грудной ребенок. Он умер. И бабушка еще несколько дней, получается, в дороге, когда была, она держала ребенка при себе. И никому не говорила за то, что он уже умер. Просто, чтобы нормально похоронить ребенка своего. Так, из полуострова выселили 200 тысяч крымских татар. Несколько тысяч попали напрямую в ГУЛАГ. Большинство же везли в спецпоселения в Узбекистане. Меньше в Сибирь, на Урал и в Казахстан. Если очень везло, то селили в бараках, где когда-то были другие переселенцы, изгнанники, раскулаченные или зэки. Везло меньше, селили в коровниках, в колхозах. Если не везло вообще, высаживали среди дикой степи и говорили, копайте себе землянки. Их труд использовали на самых тяжелых работах. Лесозаготовки, уборка хлопка, шахты. Им не разрешали за территорию своего села даже выходить. Если, допустим, твои какие-то родственники попали в другое село, не разрешали даже на полфора выходить. Дедушка рассказывал, что было очень тяжело. С изгнанников не спускали глаз. Крымские татары в ссылке жили как в тюрьме. Они вынуждены были отмечаться в комендатуре. Кто был замечен без разрешения за пределами района, куда они были выселены, мог получить до 20 лет каторги. Вернуться в родной Крым они смогли лишь после развала Советского Союза. Но не в свои дома. Там уже жили другие люди, заселенные из Ставропольского, Краснодарского края и других регионов современной России. Ни у кого не было шансов. Даже зайти во двор посмотреть. В 2014-м с незаконной аннексией Крыма история с депортацией отчасти повторилась. Новое гонение, преследование крымских татар, список невъездных. Рефат Чубаров тоже в нем. Показывает фото своей мамы, когда-то депортированной из Крыма. Он не видит ее уже 10-й год. Та девочка, которую выселили 10-летней, ей 90 лет в этом году. Я говорю, что так нельзя все время говорить, что виновна только государство. Россияне, я их ненавижу за то, что мамы это переживают уже второй раз. Теперь я будто бы депортирован со своей земли, со своего дома. Засекреченные некогда документы депортации постепенно всплывают на поверхность. Потому и не удается скрыть истинные причины этой трагедии. Преступления, совершенные советской властью, не стерты из памяти. Как и те, которые сейчас россияне совершают на украинской земле. И время ответственности обязательно придет. Валерия Черненко, исторические факты. В 1954 году Москва приняла решение передать Крымскую область в состав Украины. Это не был подарок пьяного Хрущева, как до сих пор пытается преподнести ситуацию российская пропаганда. Во-первых, решение принималось Политбюро. Во-вторых, Хрущев только занял пост первого секретаря ЦК КПСС и еще не набрал такого веса и влияния, чтобы единолично принимать подобное решение. Крым-Украине передали сугубо из экономических соображений. Киеву была поставлена задача поднять этот депрессивный на тот момент регион, который имел сухопутную границу с материком УССР. Напомню, что именно Украина построила северокрымский канал, по которому на полуостров пустили воду из Днепра. И это лишь один эпизод длинного списка, который финансировался из бюджета Украинской Республики. Понятно, что Кремлю невыгодно об этом вспоминать, как и тот факт, что сама Москва в прошлом веке оттяпала от Украины немало земель, включив их в состав России вместе с украинцами, которые там проживали. Павел Васильев сейчас напомнит, как это было и что мы потеряли. Исторические территории Украины и земли, на которых веками говорили на украинском языке, как Россия перекраивала границы в свою пользу. Повернись колесо истории чуть иначе, и Кубань вполне могла бы быть частью Украины. Это все бывшая Запорожца. Украинский писатель Антон Чехов. Зачем большевикам Таганрог и как Советская Россия разделила Азовское море? Их интересует только территория Харьков под обстрелами. Еще сто лет назад российская советская власть думала над тем, как уничтожать украинцев и украинские города. Маленький, сонный российский городишко в Брянской области. Мглин. Чуть больше 8 тысяч людей. В современном гимне города слова о памяти предков, которые должны гордиться своими потомками. Правда, на официальном уровне о том, кто на самом деле мог бы прославить никому неизвестный Мглин, ни слова. Стоишь, славный город мой Мглин, На доброй земле величавой. Не грусти, если неволя в чужой край тебя забросит. Родной край у тебя в сердце, пока воспоминания не погибнут. В 1918 году эти слова Леси Украинки впервые прозвучали со сцены Киевского драматического театра. А повернись, судьба немного иначе поэтесса, которая стала символом самой Украины, вполне могла бы стать в один ряд с писателями, причисленных к ряду великих русских литераторов. Потому что отец Леси Украинки родился как раз в городе Мглин Брянской области Российской Федерации. Хотя на самом деле и об этом в городе Мглин не очень, наверное, любят вспоминать, когда-то он был украинским. Просто сначала имперская, а потом и большевистская Россия на протяжении четырех столетий постоянно меняли исторические и этнические границы Украины. Естественно, в свою пользу. И Мглин лишь маленький пример большой российской аннексии Украины. Окончательно современные границы Украины сформировались в 1954 году, после того, как Советская Россия так и не смогла наладить послевоенное восстановление Крыма и передала полуостров в состав Украинской Советской Республики. И именно Украина превратила Крым в визитную карточку и парадную витрину СССР. Украинские границы, окончательно сформированные в 1954 году, теперь признаны всем миром. Всем, кроме самой России. Которая сейчас, как и сто лет назад, пытается перекроить нашу территорию, вычеркнуть Украину из своей истории и даже уничтожить самих украинцев. 22 января 1918 года на политической карте мира появилась ОНР. Украинская Народная Республика стала независимой. 9 февраля был подписан Берестейский мирный договор. Доктор исторических наук Павел Гайнижник говорит, фактически тогда мировые политики признали границы Украинской Народной Республики. Австро-Венгрия, Германия, Болгария и Турция согласились, что Украина получает и государственность, и свое место на карте. Потом весной эти границы были признаны. Самостоятельность украинского государства была признана РСФСР. И летом состоялись переговоры между украинским государством, Гитманатом Скоропадского и Российской Федерацией, где была специальная территориальная комиссия. Тогда, сто лет назад, украинская государственность простиралась гораздо дальше, чем сейчас. На севере и востоке территория ОНР включала в себя часть современной Беларуси, Гомельский район, несколько районов Минской области, а также часть территории современной Курской и Белгородской областей России вместе с самим Белгородом. Украиной была и Стародубщина, родина отца Леси Украинки. Однако, как и сейчас, сто лет назад Россия практически сразу доказала любые договоры с Москвой дешевле бумаги. Аннексия – их традиционный прием во внешней политике. Потому что их на самом деле не интересуют ни ресурсы, ни какие-то индустриальные, их интересует только территория. Люди – это второстепенные, исключительно ради ресурса, для их милитаристских планов. Почему так? Потому что Россия чувствует себя неуверенной во всех направлениях, особенно на Запад. И эту стратегию забирать даже то, что сами признали не своим, большевистская Россия начала в полной мере реализовывать в 20-х годах, неоднократно отрезая от Украины ее исторические земли, лишая родины великих украинцев. Я родился в живописном украинском городе Таганроге. Эту фразу приписывают еще одному известному писателю. Антон Чехов, классик русскоязычной литературы, родился здесь, в Приазовском Таганроге. И сам Чехов много раз говорил о том, что он украинец. Сейчас же в городе уже ничего не напоминает о его украинском прошлом. А еще сто лет назад к украинцам себя относили более 70% его жителей. И Таганрог, как и город-шахты Ростовской области, Советская Россия в 20-х годах отдала Советской Украине. Правда, через пару лет забрала обратно. И здесь уже можно говорить не просто о политических границах Украины, а о тех территориях, жители которых сами относили себя к украинцам и составляли большинство населения. Вот еще одна карта 1918 года. Здесь показаны этнографические границы Украины. И они простираются гораздо дальше, чем наша фактическая территория. Аж до Каспийского побережья. Приазовские земли, которые Советы изначально отдали Украине, осколки Кубанской Народной Республики. Их нерусскость была понятна еще в 20-х годах 20-го века. По правую сторону реки Кубань – это все бывшие запорожцы. Поэтому мне кажется, что вы решили посмотреть, какие они там есть. Даже сейчас Кубань прекрасно понимает, а иногда и разговаривает по-украински. И этнически Кубань была и остается украинской. А сто лет назад потомки запорожских казаков всерьез обсуждали перспективу объединения с Украинской Народной Республикой. И даже приезжали в Киев. Кубанская Народная Республика просуществовала два года. Потерпела поражение от большевиков и навсегда забыла не только о своей собственной независимости, но и о каком-либо объединении с Украиной. Значительная часть территории, заселенной украинцами, которые в 17-18 годах задекларировали свое единство, собственно, с Украинской Народной Республикой, не было включено в состав УССР, а включили в состав Российской Федерации. Даже под властью большевистской диктатуры большая и богатая советская Украина пугала советских вождей. Одну из причин того, что УССР получила гораздо меньше территорий, на которые могла бы претендовать, историки называют экономику. Земли, которые могли бы стать донором республиканского бюджета, приписали России. В первую очередь речь идет об аграрных и сырьевых районах. Индустриализация тогда была только в проекте. Это стратегическая железная дорога, которая идет от Таганрога на север, то есть через Донбасс, а также, конечно, залежи полезных ископаемых Донецкого бассейна. Это та часть, которая нынче присоединена к Ростовской области. Это шахтинские и таганрогские округа. Это и курорты, и полезные ископаемые, и, собственно говоря, внутреннее украинское море, Азовское. Было отобрано Украине. Североукраинские территории отбирали под иным предлогом. Советы боялись украинских бунтов, поэтому старались максимально приблизить свои границы и репрессивную военщину к крупным украинским городам. Последствия этой политики мы ощущаем и сегодня, на примере Харькова, от которого до российской границы всего 40 километров. Однако просто присвоить себе стародубщину части Курской и Воронежской областей, экономически разделить Донбасс и Азовское море, перечеркнуть 200 лет общей истории Кубани и Украины, России оказалось недостаточно. Следующая цель – уничтожение украинцев, ментальное и даже физическое. Все эти территории, которые оказались за пределами государства Украины, они на протяжении 20-30 лет подвергались, не побоюсь этого слова, сокрушительной ассимиляции. Больше всего мы знаем о трагедии Кубани, которая стала одним из эпицентров украинского народа в 1932-33 годах. Даже по официальной советской статистике, кубанский голодомор убил 62 тысячи человек. Реальное количество жертв подсчитать сложно. Современники писали, что целые казачьи станицы вымирали практически полностью. В результате сегодня Кубань, где до сих пор звучит украинская речь, давно перестала ассоциировать себя с Украиной. Потому что они все исповедуют и разделяют абсолютно ту же риторику, которую мы слышим от остальных россиян. Поэтому, к сожалению, я должен разочаровать. Никаких надежд на то, что наши соотечественники в России каким-то образом отличаются от остального российского населения вокруг них. Это все только иллюзия, к сожалению. Точно так же забыли и об украинских корнях в древнем Мглине, который сегодня ничем не отличается от тысяч других российских провинциальных городков. С неизменным танком в качестве памятника, вокруг которого в праздники собираются не украинцы в вышиванках, а маршируют милитаристы из путинской юнормии. Конечно, Украина никоим образом не претендует на те территории, которые в 20-х годах 20-го века могли бы стать частью нашего государства. Но точно так же украинцы никогда и не примут новых попыток перекроить нашу географию. Крым и Донбасс временно оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это все Украина. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова